Всем привет! До этого я вам показывал автомобили классические рейнджоверные версии длиннобазного исполнения SV Autobiography. Сегодня же настало время показать вам короткую базу, ну то есть стандартную колесную базу, но тоже в модификации SV Autobiography. Делаю это для того, чтобы в первую очередь лично самому познакомиться с этим автомобилем вот так вот поближе вплотную, и чтобы при появлении в шоурумах нового кузова было с чем сравнить, от чего отталкиваться и в целом, чтобы была заметна разница и для вас, и для меня. Мне в первую очередь интересно посмотреть, чем новый кузов будет настолько лучше, круче, богаче, современнее, интереснее, чтобы у потенциальных покупателей возникло желание отдать за него там 15-20 миллионов рублей, а не за что-либо иное. Ну а сейчас посмотрим, что, собственно, предлагают нам за 18,5 миллионов рублей в случае со старым кузовом Range Rover, но также версией SV Autobiography. Напоминаю, что эта модификация получает на 40 лошадиных сил более мощный двигатель, нежели у обычного Autobiography, который сходит с конвейера. В чем отличие? Отличие в том, что этот автомобиль изначально сошел с конвейера просто Land Rover под индексом Autobiography, и затем уже приехал на мануфактуру СВО, где его переделали, собственно, в SV Autobiography. Возможно, поменяли окраску кузова, перешили салон, какие-то прочие изменения сделали, в том числе и по двигателю, докинув ему 40 лошадиных сил до 565. Разгонная динамика в этом случае 5,5 секунды до сотни, ну, как сказать, для 565 сил это не рекорд. И напоминаю, что 575-сильная версия Range Rover Sport SVR, то есть на 10 сил всего лишь больше, разгоняется на секунду быстрее. Но, очевидно, разница может быть в настройках, может быть в весе автомобиля, может в каких-то иных параметрах, но вот такая достаточно приличная стоит иметь в виду. А давайте-ка посмотрим, что осталось из этих моделей в данный момент в продаже. Для этого заходим в приложение А2 и указываем марка Land Rover, после чего конкретизируем до модели Range Rover. Выбираем вкладку «Новое», листаем и ищем интересующий нас вариант. Нам нужен Land Rover Range Rover 4 рестайлинг, но только без приставки «Long». Вот, собственно, и он. Теперь, чтобы отыскать модификацию SVA динамика, нажимаем на клавишу комплектации и листаем в поисках нужного нам варианта. Самое интересное, что предлагается аж две комплектации динамика на выбор. В одной из них 103 опции и таких автомобилей всего три в продаже. В другой 79 опций и уже 13 автомобилей в продаже. Пожалуй, остановимся на ней. Как можно увидеть из подборки, в продаже имеются автомобили от 13 миллионов 839 тысяч рублей до 22 миллионов рублей. В зависимости от комплектации, судя по всему, можно приобрести эти автомобили по указанному ценнику. Ссылку на раздел с продажи Range Rover SVA динамика я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Чем эта версия отличается от удлиненной, учитывая ее разницу в дизайне? Здесь, как вы видите, намного меньше хромированных элементов. Наоборот, много черного глянца. Металла минимум, хотя полностью от него не избавились. В том, что она называется динамика. Именно вот эта приставка динамика как раз-таки и убирает лишний хром, лишний блеск. Поэтому смотрим. В передней секции бампера у нас вставки. Они отличаются по оттенку от цвета кузова. Они тоже серые. По-моему, даже тоже металлик. Но при этом, если здесь сам автомобиль такой серо-фиолетовый, то здесь более холодный серо-зеленый. Наверное, оттенок у этих элементов. Но главное, что не хром, не блестяшки, не алюминий какой-либо. Вот именно такой вот серый оттенок. Нижняя губа осталась серебристой. Пластик точно так же не окрашенный. И решетка радиатора. При этом, смотрите, дублируется тем же серым цветом. То есть те элементы, которые у длинного оранжа были отделаны в матовом металле, матовом алюминии. Здесь они имеют серую окраску. За счет чего, отойдя чуть подальше, решетка смотрится уже глубже. Как бы более таким спортивным, наверное, видом обладает автомобиль. По сравнению с длиннобазным вариантом. Колесные диски тоже отличаются по своей стилистике. Там у нас были многоспицевые колеса. Здесь же сдвоенная пятиконечная звезда. С очень массивными при этом лепестками. Но, так иначе, смотрящимися довольно изящно и стильно. Внутренняя часть серый металлик. Внешняя часть полированной алюминией. За этими колесами прячутся красные, довольно мощные тормоза. Шестипоршневые. Но без каких-либо перфораций. То есть, тоже акцент на эффективность торможения, скорее всего, в городской езде. То есть, необходимость перфорации диктуется, как правило, заряженными спортивными трековыми вариантами, где вы можете ездить настолько активно, что вам потребуется дополнительный отвод газов, пыли и прочих продуктов, которые образуются при интенсивном активном торможении. Здесь же такой задачи просто не стоит. Размерность колес. Смотрим. 275 на 40, 22. Ну, то есть, 22 дюйма. В принципе, что там 22, что здесь 22. Вполне достаточный размер, который не теряется в пропорциях автомобиля. Выглядит стильно и при этом обладает нормальным запасом дорожного профиля, чтобы не давать излишнего дискомфорта при движении. Оптика. Те же самые светодиоды с множеством секций, различные по форме линзы. И есть у меня ощущение, что, возможно, вот этот крайний секций отвечает за подсветку поворотов. Может, я и ошибаюсь, конечно. Красивые ходовые огни. Кстати, в рестайле, точнее, в новом кузове, вот в целом, линия примерно такой сохранилась. И, как мне кажется, вот при выходе нового ренджа, при взгляде спереди либо сбоку, ну, многим будет казаться, что это актуальный кузов. То есть, не все смогут так вот сходу понять, что это именно новый рендж. Пока они увидят ту машину сзади. Все-таки сзади разница заметна. Мне в целом нравится и эта стилистика фонарей. Но, конечно, вспоминая, как выглядит новый кузов, ну, уже она будет выглядеть просто неактуально. Такой дизайн, слишком массивный, слишком крупный, когда у вас там просто полосочка остается. Да, молодцы. В этом плане сделали очень круто. Я уже упоминал в Instagram в комментариях, писал, что подход к стилю получился чем-то похожим на новый S-класс. В том плане, что при взгляде на новый 223-й S-класс сбоку либо спереди далеко не каждый поймет, что это новый кузов. Но они очень-очень узнаваемый и общий облик сохранили. Но при взгляде сзади, вот все же помнят, как выглядит фонарив S-класс сзади у 222-го, они вертикальные. А в новом кузове они стали горизонтальные. И так вот просто потеряться между ними не получится. То есть сзади уже точно будет понятно, что это не старый S-класс. Похожая история получилась и здесь. При взгляде сбоку и спереди, ну, кто-то может, в принципе, спутать эти автомобили между собой. По крайней мере, кто не сильно в них разбирается и вот так вот ориентируется. Но при взгляде сзади автоматом отпадают любые вопросы. И вы сразу поймете, что перед вами будет стоять новый, ну, либо старый кузов, если мы говорим про вот представленный автомобиль. Выполнены фонари достаточно красиво. То есть у нас есть как бы две таких вот практически квадратных секции ходовых огней. Одна из которых порезана по верхнему контуру, благодаря чему смотрится даже немножко так вот угрюмо, нахмурено, солидно. Ну, в общем-то, как и должно быть, пожалуй. Второй нижняя секция бампера включает в себя два патрубка выхлопной системы трапецидной формы, тоже вынесены в отдельные как бы кожухи пластиковой. То есть, видите, они нависают над общей частью бампера. Я предполагаю, что это сделано для увеличения угла съезда, чтобы в случае каких-то внедорожных вылазок автомобиль все-таки мог позволить вам чуточку больше. Ну, и в том числе здесь, скорее всего, если эту секцию открыть, прячется какой-нибудь там буксировочный элемент, буксировочная проушина. Или, может быть, даже фаркоп. Вряд ли он выдвижной, но какой-нибудь там отдельно устанавливаемый, почему бы и нет. Шильдики Range Rover точно так же имеют такую вот ромбовидную структуру внутреннего наполнения, черную. Но при этом буковки обычной серебро, металл, настоящий металл эти шильдики. В отличие от версии Ultimate удлиненную, у которой здесь была медная отделка. Обычные, соответственно, имеют просто обычную хромовую отделку. Ну, и надпись о своей автобиографе на правой секции крышки багажника, соседствующая с камерой, имеющей свой омыватель. Ну, вот та вещь, которая однозначно в автомобиле этого формата должна присутствовать. Багажник двухсекционный. То же самое осталось и в новом кузове. Нижняя секция электропривода может откидываться. Но здесь, смотрите, какая конструкция. То есть у вас есть два тросика, которые, по всей видимости, подтягивают его. А откидывается он, вот, наверное, этим приводом. Да, вот этот привод его откидывает, опускает. А затем, вот мое личное предположение, благодаря тросикам, наверное, он затягивается обратно. Либо, может быть, тоже самый привод его потягивает обратно. А тросики нужны для повышения нагрузки на саму эту секцию. То есть вы можете здесь полноценно как-то сесть, опереться, что-то поставить, чтобы загрузить багажный отсек. Чего не получится сделать в тех автомобилях, у которых багажник традиционной формы открывается целиком. Они разделены на две секции. В этом плане наша X5 и X7 тоже обладают вот такой весьма приятной фишкой. Скорее всего, к текущим рейнджам. Она пришла именно с BMW. Потому что, напоминаю, одно время, некогда BMW владела автомобилями рейнджовера. И часть технологий, в том числе, у них были общими. Что еще интересного? Подполье без газового упора, увы. С полноразмерным запасным колесом. Не докаткой, конечно же. И вот такой интересный пульт управления задними креслами, которого не было в длинной версии. Но здесь само собой присутствует. Потому что можно его как-то разложить, сложить и так далее. Либо индивидуально левое правое кресло, либо все вместе можно сложить или поднять обратно. Ну вот проверяем. Индивидуально, к примеру, левую секцию. Сразу зашевелились электроприводы и подлокотника, и переднего кресла, и вот этого заднего кресла. Так. Сначала подлокотник возвращает в свое исходное положение, а затем вся левая секция электроприводом опускается. Долгое, но вполне завораживающее зрелище. Единственное, что полноценно, конечно, оно не опустится. То есть у нас получается довольно большой наклон. И использовать рейндж в каких-то уж излишне грузовых целях не получится. Потому что и ступенька, и наклон весьма крупные. Но что-то перевести относительно габаритные почему бы и нет. То же самое можно сделать и с правой секцией. Ну, либо одной кнопкой, нажатием одной кнопки. Просто взять и сложить все кресла. Ну, ладно. Не хочет и не будем мучить, видимо. Поднимаем все обратно. Опять двигается водительское кресло вперед. И спинка отъезжает в свое исходное положение. Сзади имеется полка, отделанная кожей, которая складывается вот в несколько половинок. И крючки для пакетов. Вновь недумевая, почему они расположены так далеко, было бы логичнее все-таки поставить куда-нибудь вот ближе к задней части автомобиля. Ну, окей. Не хватает, пожалуй, каких-либо резиночек, сеточек, фиксаторов по багажнику. Все-таки из каких-либо разделений здесь я ничего не вижу. И в этом плане, кстати, новый кузов достаточно крут. Потому что у него имеется какая-то такая, знаете, отдельная секция, которую можно приподнять вертикально. И она послужит и как разделитель багажника, и как спинка. То есть можно чуть ли не как в креслице устроиться с комфортом. Тут либо это от комплектации зависит, либо, в принципе, касается всех ренжей. Но багажник чуть-чуть пустоват. В плане каких-либо фиксаторов и эргономических элементов. Дажатием клавиши закрываем обе секции. Тоже по аналогии с нашими автомобилями X5 или X7. Там ровно точно так же это все и устроено. Интерьер. Красивая двуцветная отделка. Такой вот серо-белый цвет с черной кожей, комбинированной. Ромбики без какого-либо явного эксклюзива. Просто очень симпатично, очень аккуратно. И при этом по-спортивному хорошо. То есть согласитесь, что вот, ну, казалось бы, черный и белый. Чего особо спортивного. Но выглядит изящно. В сочетании с карбоном. Причем карбон, ну, как-то вот выполнено его плетение не так привычно, как это в других автомобилях. То есть у нас они идут, знаете, как бы лесенкой. Вот эти вот все рисуночки. И в виде такой лесенки смотрится интереснее, чуточку объемнее. И нечто подобное я видел, по-моему, в Роллс-Ройсах. И там мне продавцы Роллс-Ройс рассказывали, что это какое-то специальное плетение. Да, там оно отличалось. И, опять же, по заверениям продавцов Роллс-Ройса, мол, то плетение только Роллса могут сделать. Не знаю, правда ли нет. Но здесь, по крайней мере, тоже не тот банальный рисунок, который можем наблюдать, к примеру, в автомобилях BMW. Более того, если провести по этим планкам вот так вот рукой, ну, я чувствую реальный рельеф всех вот этих нитей. То есть слой лака, он не настолько толстый, чтобы в полной мере скрыть рельеф. Да, вот даже на свету сейчас, может быть, будет вам слегка заметно. Вот сейчас видите рельеф вот этой карбоновой вставки. Прикольно. Выглядит, как минимум, очень интересно. Верх дверей в коже, не из дверей винил, не кожа. Опять же, удивляюсь, почему при такой богатой, дорогой отделке низ остается все-таки не в натуральной коже. Динамики аудиосистемы, среднечастотники Twitter, все это Meridian, красиво, богато, объемно звучит. Подлокотники центральной секции, они в таком вот серо-белом исполнении. Все-таки скорее серым, чем белым. Рукоятки дверей удобные, ухватистые. Здесь центральный замок, регулировка кресел, множество настроек. Единственное, чего мне здесь не хватает, и это достаточно удивительно, отсутствует возможность регулировать правое кресло. То есть, если задний пассажир может регулировать, по крайней мере, в длинной версии, так уж точно кресло перед собой, это вполне логично, то водитель почему-то вот такой клавишей лишен. При всем при этом, остальные регулировки привычны нам. То есть, верхняя часть спины имеет надувающийся секцион, надуватель либо сдувается, чтобы компенсировать, да, там, изгиб кресла и ваши, соответственно, спины, профили вашей спины соответствуют лучше ей. Боковые ушки выдвижные, подушка вся регулируется по длине, благодаря чему нет отдельной секции выдвижной для коленной опоры. А вот просто она может либо удлиняться, либо задвигаться обратно нажатием вот этой клавиши на джойстике. Для этого надо включить нам зажигание сейчас. Вот так. Нажимаем кнопочку и, смотрите, она сейчас в убранном положении, можно вот таким образом ее взять и просто удлинить. Тем самым кресло может соответствовать абсолютно разным параметрам седоков, от низкорослых до достаточно высоких водителей или пассажиров. Это было не очень уместно. Низ сидений отделан кожей черного цвета, то же самое и здесь. Кожа, пластик, прикрывающий полозья передвижения кресел. И, кстати, обращаю внимание на то, насколько высоко расположены сами кресла. Потому что если мы посмотрим, к примеру, на автомобиле BMW, да, у нас тоже бывают разные подиумы, но вот не 10-12 сантиметровой высоты. Относительно пола обычно это буквально там 5-6-7 сантиметров. Здесь же все-таки акцент на внедорожную высокую посадку. Даже несмотря на самое нижнее положение, все равно вы сидите очень-очень вертикально высоко. Что еще интересного? Блок управления стеклоподъемниками стандартный. Много клавиш. Вся отделана алюминием. Складывание зеркал. Выбор левого, правого зеркала и настройка зеркала. Блокировка замков. Не стекол, а именно замков. То есть теперь выйти из автомобиля. Где у нас там этот рычажочек? Я сейчас попробую открыть его. Ну да, я его тяну, дверь не открывается. И это удобно, потому что детские замки в обычных других автомобилях, они как устроены. Вы должны открыть дверь и здесь что-нибудь перещелкнуть. Соответственно, это надо делать каждый раз, когда вы садитесь, сажаете туда ребенка. И когда вы планируете, чтобы там сзади ездил взрослый человек, вам придется этот рычажок возвращать в обратное положение. Иначе просто ваш пассажир не сможет самостоятельно выйти из автомобиля. В случае с такой клавишей, с этой клавишей, все решается намного проще. Нужно заблокировали, не нужна эта функция, разблокировали. Очень удобно. Что еще? Коврики с высоким ворсом, с кожаным кантиком и вот такой еще металлической вставкой. Я не знаю, какая у нее конкретно функциональность, но выглядит достаточно круто. Педальный узел тоже, металлизированные накладки с резиновыми вставками, педаль газоподвесная. Низ торпеда в коже, стойки, это все тоже отделано гладкой, приятной кожей и перетекает в алькантару. Если в длинной базе потолок у нас был отделан кожей, то в случае с короткой базой, это то ли алькантара, то ли замша. В общем, такой какой-то достаточно приятный материал. Центральная часть торпеда в коже светлого цвета. Равная, как и подушка руля, равная, как и подлокотник и, собственно, средняя секция самих кресел. Подрулевые лепестки. В тех автомобилях они были просто в алюминии, металл, то есть прям шлифованный, такой фрезерованный металл настоящий. Здесь же их окрасили в красный цвет. Фактически по салону, ну вот красных акцентов можно сказать, что и нет. Из них это, собственно, лепестки и небольшая красная каемочка вот здесь по селектору выбора передач. Все. Больше красного цвета нигде в салоне нет. Но так или иначе, согласитесь, выглядит интересно. Чем-то похоже на наши кнопочки М1 и М2. Они занимают примерно такое же место на рулевом колесе в М-автомобилях. И примерно такой же акцент придают самой машине. Пожалуй, можно было бы кнопку двигателя сделать красной, но это все-таки не SWR-версия, а просто автобиография с приставкой динамика, поэтому так уж перебарщивать, видимо, не стали. Очень не хватает электропривода двери. Хочется нажать на тормоз, как в новом РНЖ, чтобы дверь сама прикрылась. Но нет, придется тянуться. И я прекрасно понимаю того человека, кто подал идею сделать электропривод дверей. Потому что это реально необходимо. И, как мне кажется, в таком дорогом автомобиле опция крайне уместная. Рулевое колесо без какого-либо спортивного хвата, с достаточно тонким ободом, но отделано приятной кожей. И кому нравятся рули именно с тоненьким хватом, вот здесь они получат, пожалуй, удовольствие. Потому что у вас есть возможность как схватиться привычным стандартным хватом на 9,3 часа. Вот так. Так и схватиться чуть ниже. Это получается у нас 4,8 часов. И даже при желании снизу придерживать руль где-нибудь в пробке, плавно, медленно передвигаясь. Почему бы и нет? Вот рулевое колесо все это позволяет вам сделать. При этом диаметр руля, ну, я не могу сказать, что какой-то излишне большой. Но есть все-таки ощущение, что чуть крупнее, чем в других привычных конкурентных автомобилях. Подушка зашита в кожу, надпись Range Rover. Слева управление. Аудиосистема, ответ на вызовы голосовой команды и так далее. И плюс управление, комбинация приборов всеми функциями, которые здесь выводятся. А тут их огромное количество, включая настройку проекционного дисплея, настройки автомобиля, информация об автомобиле и так далее. Мне очень не хватает кнопочки возврата. Я почему-то не могу понять, как здесь... Ага, все. Надо было, видимо, лучше разбираться. Я все по привычке ищу какую-нибудь кнопочку назад, а ее здесь нет. А она реализована таким образом, чтобы тебе выйти из меню, надо просто нажать наверх. То есть нажимаешь наверх, и она выходит из этих подсказок меню. Окей. Ну, медиа, да, понятно, помощники водителя, вот пусть будет избежание столкновения здесь. Но зачем оно непонятно? И, в принципе, вот эти функции, на самом деле, все, что касается каких-либо помощников, лично я считаю логичным выводить на основную мультимедиа. То есть зачем мне здесь, каким-то не совсем удобным джойстиком, в этих подпунктах меню искать его, если можно было бы сделать на основном экране мультимедиа системы. Но вот, по всей видимости, решили сделать так. По экрану лично мне не хватает ориентированности на водителя, потому что, ну, как-то он по ощущениям далеко как будто расположен. Будь консоль развернута в мою сторону, было бы комфортнее и удобнее. Но это противоречит концепции автомобиля. Что в новом кузове, что здесь, понятное дело, в старом кузове. Все такое достаточно ровное, симметричное. Ну, вот без какого-то излишнего акцента на водителя. В целом, почему бы и нет. Отличается и дизайн комбинации приборов. В длинной версии эти шкалы у нас были с белыми подложками. В короткой версии с приставкой динамика они имеют вот такой черный окрас. Сейчас я выключу подсветку, чтобы было лучше видно. Черный окрас, но в целом логика идентична. Тоже надпись СВО. У нас индикация аж до 320 км в час. Сейчас я очень сомневаюсь, что он поедет 320, даже если здесь снять лимит. Но за 250 в теории может перевалить. Уж не знаю, какое здесь реально ограничение скорости. Но, по крайней мере, в 250 стрелка, я думаю, что должна лечь. Если, конечно, позволят возможности данной резины и в целом настройки автомобиля и его ходовой части. Тахометр размечен до 6500 оборотов. Особо больше и нет необходимости, как мне кажется. По центру индикации автомобиля и прочая вспомогательная информация, с которой мы могли наблюдать. Ну и, собственно, цифровой спидометр, цифровой тахометр. Точнее, индикация выбранной передачи. А перед глазами всегда можно увидеть красивую проекцию с довольно крупными индикаторами. Индикация ограничений скорости, выбранной передачи, подсказки навигатора, радиостанции и так далее и тому подобное. Это все сочетается с электрообогревом лобового стекла. Да, он здесь присутствует. И, само собой, накладывает некоторый отпечаток на считывание проекционного дисплея. Все-таки он не так красиво, не так приятно воспринимается. Может быть, по этой причине в BMW до сих пор нет обогрева лобового стекла в сочетании с проекцией. Я не знаю. Но, как по мне, все-таки имело бы, наверное, хотя бы добавить, как опция обогрев лобового. Кто хочет, закажет. Кто не захочет, но будет пользоваться просто проекцией без лобового стекла. В нашем климате, мне кажется, очень многие бы готовы были пожертвовать немного удобством считывания информации, как здесь в РНЖ, в пользу возможности включить обогрев лобового стекла. Ну да ладно. Внизу расположен блок управления климатом. Все, что я вижу по функционалу, полностью идентично длинной версии. Точно так же климат сзади активируется. Те же, в принципе, кнопки, функции, температура регулируется, обороты здесь выставляются. Ну, то есть, да, климатика, что в длинной, что в короткой версии устроена, идентичная. Сиденье. Что здесь по сиденьям? Массаж можно включить, выключить. Ну, а чтобы подогрева задействовать, придется запустить автомобиль. Кстати, давайте все-таки ненадолго мы это сделаем. Так, выбираем еще раз сиденье. Обогрев. Так, обогрев. И что у нас происходит? Ничего не вижу, ничего не понимаю. А, все, я понял, как это устроено. То есть, смотрите, вы нажимаете на клавишу сидений, вот левую клавишу, и либо задействуете вентиляцию, вот, крутилочкой, либо обогрев. Отдельно можно включить, либо выключить нужную вам сексу. То есть, к примеру, мне не хочется, чтобы грелась подушка, я ее выключил и оставил только спинку, выставив, ну, допустим, два положения из трех по температуре. Либо то же самое, сделав в случае с вентиляцией. То есть, я могу также использовать только вентиляцию верхней части спины, а не нижнюю. Круто. Вот такого я лично, по-моему, даже и в BMW не припомню. Респект, удобная штука. Что еще? Автомобиль. Здесь у нас отображаются разные режимы движения. Так. Переключаемый селектором Terrain Response. Ну, все привычно, просто, наглядно, без какой-либо излишней анимации, но, мне кажется, необходимости в этом большой нет. Посмотрим, как реализовано в новом кузове. Очень жду его прихода. Авторежим. Либо нажимаем эту кнопочку, нам подсказка уводилась, и все. Автомобиль переходит в автоматический режим управления всеми этими функциями. И отдельно еще есть некий внедорожный вот такой вот ассортимент. Что это у нас? Нажимаем, я понимаю, сверху. Так. Обеспечивает сбалансированный режим движения, который оптимально подходит для движения по дорогам. Это понятно. А это у нас что? Ну? Нет? Надо запустить двигатель. Да. Вновь запустим движок. Ну, окей, это я все понял. А что дальше-то? А, все, я, кажется, понял. Это кнопка и выводит данный пункт меню. То есть, вот, я нажал на нее, и он мне выводит всевозможную подсказку, да, информацию 4х4, информация бездорожья. Что там за информация у нас может быть? Ну, видимо, эти режимы. Непонятно. Функции помощи при трогании с места. Ага. Алгоритм, что и как нужно сделать, чтобы эта функция была задействована. Ну и помощь водителю. Вот. Вот это удобно. Включаются камеры с выводом разных ракурсов. Левое переднее колесо. А, можно еще и переключаться. Правое переднее колесо и общая передняя камера. Еще правее отображаются блокировки. Межосева и задняя межколесная блокировка. И, видимо, что-то там еще по амортизаторам тоже. Вот. Передние у нас такие вот золотистые, желтенькие. А задние серые. Значит, что-то там тоже можно, наверное, отрегулировать. Правда, здесь блокировки не срабатывают. Надо их отдельно где-то задействовать. Так. Что еще? Что еще? Да, в принципе, все. Внизу расположилась клавиша, отвечающая за круговые камеры. Можно выбрать нужную нам вот правую, левую. Как? Вот так, да. Переключаться между ними. Передние, боковые. Средние. Задняя и широкоугольная камера. Или просто общая задняя камера. Ну, вот, допустим, задняя и широкоугольная. В принципе, картинка хорошая по качеству. То есть, каких-то больших претензий, вопросов у меня лично к ней нет. Единственное, не вижу траектории. Наверное, надо включить заднюю передачу. Так, включил заднюю. Да, появляется траектория для более комфортного передвижения. Все понятно. Парктроники. Включаются, выключаются. И ассистент парковки. То есть, вот у нас есть клавиша, позволяющая задействовать ассистент парковки. Судя по всему, паркассист параллельно, либо перпендикулярно. А, вот у нас кнопочка, отвечающая за сиденье. Что здесь имеем? Левая часть позволяет нам сложить. Так, отмена. Не надо все складывать. Сложить все кресла, либо разложить все кресла. А правая кнопка. Вот. Что она позволяет нам сделать? Разложить, либо сложить подлокотник. Смотрите, вот. Разложить. Сейчас я нажму, а вы увидите, что произойдет. Я же говорю, Range Rover – король сервоприводов в автомобильном мире. Реально столько сервоприводов нигде, я, пожалуй, еще не встречал. Включая управление подлокотником. Очень интересно. Так, открываем панораму заодно. Управляется все это с плафона в потолке. И при выключенном двигателе приходится удерживать клавишу, чтобы она полностью открыла нам потолок. Разделена на две секции, примерно равные по своим размерам. Передняя может приподниматься для циркуляции воздуха, либо полностью отъезжать, чтобы открыть полноценный доступ к свежему воздуху, потоку свежего воздуха. Две крышечки, прикрывающие кнопки помощи на дороге, либо экстренный вызов GLONASS, допустим. Ну и зеркала с аккуратными такими вот рамочками, без каких-либо выступов. Красивое, удобное зеркало, в принципе, без наворотов тоже. Что еще? Главное меню, кнопочка настроек. Срабатывает все очень так вот. Не то чтобы прям замедленно, но спокойно, без спешки, по крайней мере. То есть вот я нажимаю какой-то пункт, и так плавненько все у нас перетекает. В принципе, меню переключаются с небольшой линцой. А когда мы нажимаем навигацию, ну где-то секунда, там полсекунды-секунда проходит. То есть не моментально, нет искрометности. Есть такое общее, неспешное следование вашим командам. На центральном тоннеле, как я говорил, крутилка управления режимами движения, надпись просто SV Autobiography. В зависимости от разных версий, видимо, эти надписи на этой площадке могут меняться. Это клавиши, отвечающие за отключение системы стабилизации. Круиз-контроль внедорожный, то есть именно для каких-то внедорожных вылазок. Переключение режимов движения, регулировка дорожного просвета, помощник спуска с горы и, собственно, понижающая передача. Ну, ручник, понятное дело, ручник. Шторка прикрывает подстаканники и слот для ключа. Точно так же отделана такой вот карбоновой специальной вот накладкой симпатичной. Индивидуальные подлокотники с возможностью менять угол наклона, то есть высота их опускается при желании. И центральный подлокотник, также двухсекционный с интегрированным холодильником. Прям приятная штука. Реально, холодильник в передней части автомобиля, да еще и с такой эффективностью, которая есть здесь. Реально, очень круто работает. Он прям, ну, морозит, охлаждает. То есть он не просто поддерживает температуру холодную, а реально может охладить ваш напиток. Это приятная штука. Два USB разъема, микросим-слот, чтобы работали какие-то онлайн-функции, и две 12-вольтовые розетки. Прям вот эти розетки здесь как некое помешательство. Куда ни глянешь, везде они. В передней, в задней части салона. Ну, в принципе, лучше так, чем если было бы наоборот, что ты куда ни сядешь, нигде нет разъемов, чтобы что-то подключить. В целом, не выглядит машина такой уж и устаревшая, но согласитесь, красиво, стильно. При наличии каких-то контрастных расцветок, по крайней мере, не черного салона, выглядит богато. Черный салон, вот как по мне, оранжевером совсем не идет. Я бы ни в коем случае не рекомендовал брать машину с такой вот черной отделкой. Кстати, здесь еще и припрятался видеорегистратор. Уж не знаю, оригинальное это оснащение или какое-то дооснащение. Вполне вероятно, что дооснащение, но реализован неплохо, практически его незаметно. И так вот понять, что есть некий видеорегистратор, спрятанный в автомобиле, ну, лично я не сразу его здесь, в принципе, усмотрел. Хорошо. А вот теперь будет интересно сравнить удобство заднего ряда с длиннобазной версией. Потому что там, понятно, там все акцентировано на комфорт задних седоков. А насколько удобен в этом плане обычный рейндж с классической колесной базой. Кстати, перед тем, как мы перейдем к заднему ряду, хочу еще обратить внимание на красивую лаконичную линию задних окон. Смотрите, здесь стойки плавно перетекают в заднее стекло и также плавно уходят вот в этот боковой треугольничек. Практически без выступов. Вот единственное, что центральные стойки, они слегка, не сильно, но слегка выступают. А вот эта перемычка, она практически незаметна. В новом кузове, насколько я помню, в этом плане пошли еще дальше. Еще меньше стало таких заметных рельефных элементов. Единственное, по тем видеороликам и тому контенту, который был уже в интернете на момент выхода нового рейнджа, ну, мне показалось, что вот это заднее окошко, тут оно практически полноценное. Вот окно на площадь реального стекла. А там оно прям маленькое было по отношению к размерам самого остекления. Живьем потом обязательно посмотрим. Либо, может быть, они как-то интегрировали в стойку, в заднее стекло, уже и не помню. Будет реально интересно посмотреть и сравнить. Окей. Конечно же, электроприводов задних дверей для старого рейнджа не предусмотрено. В новом будут и передние, и задние двери с электроприводом. И, повторюсь, крутая, реально крутая, респектабельная штука. Здесь же они достаточно легкие, поэтому, в принципе, можно и самому управиться. В плане же материалов отделки, что мы имеем? Гладкая кожа, точно так же, на задних картах дверей. Довольно горизонтальной поверхности, на которой с комфортом можно будет облокотиться рукой. И управление тоже некими вспомогательными функциями. Вот здесь они сейчас выключились, но, в принципе, видно, что точно так же плафоны освещения разные. Вот, для ноутбука, для чтения. Управление шторкой панорамной крыши. И клавиши отключения звука аудиосистемы. То есть, если играют треки, можно их заглушить. Динамики аудиосистемы Meridian. Твиттеры, среднечастотники, мидбасы какие-либо. И низ дверей тоже винил с ворсовой отделкой внутри. Средних по размеру кармашки, в которые, в принципе, какая-нибудь литровая бутылка без проблем должна поместиться. Рукоятки дверей металлизированные. Приятная кожа, подлокотники в светлом цвете. И индикаторы наличия чего-либо, какой-либо опасности в слепой зоне. То есть, выходя из машины, если вдруг вы потянули ручку, открыли дверь, а там двигается, к примеру, автомобиль, или велосипедист, или еще кто-то, у вас здесь загорится подсказка на манер контроля слепых зон для водителя, к примеру. Центральный замок, блок памяти сидений на два положения, и клавиша, позволяющая задействовать массаж, либо выбрать два положения. Максимально вертикальное сидячее положение, и наоборот, наиболее расслабленное лежачее положение, потому что кресла имеют аналогичный функционал по количеству регулировок, как и в длинной версии. Отличие только, собственно, в запасе в ногах. Сейчас его обязательно еще оценим. Поясница регулируется, переднее кресло при необходимости можно тоже передвинуть, настроить. Ну, то есть, все весьма неплохо. Единственное, что, конечно, ты видишь, насколько отличается запас в ногах в этом и в том автомобиле. Разница достаточно существенная. При всем при этом устройство кресел идентичное. Подушка с аналогичным рисунком, перфорацией, выдвижная коленная опора, точнее, в принципе, подставка для всей нижней части ног, да. Хорошая боковая поддержка, идентичная, как и в том автомобиле, крепление изофикс. Мягкие подголовники с выдвижными ушками, либо можно их задвинуть обратно. И даже вот эти вот боковые подушки, ну, которые, как я предположил, очень хорошо подошли бы, чтобы просто на них облокотиться головой и тоже передохнуть. По крайней мере, всяко лучше, чем в жесткую стойку. Хорошо. Давайте разместимся теперь. Ну и, конечно, первое, чего мне хотелось бы здесь увидеть, это электроприводы двери. Вот как-то совсем неохота тянуться, чтобы дверь прикрыть, хотя это сделать в целом не так уж и сложно по отношению к длинной версии, где дверь и дальше расположена, и при этом тяжелее. Вот в таком положении, сядем-ка мы вертикально, ну, почему-то не сразу срабатывает, я не знаю почему. То ли надо давать какую-то паузу, чтобы автомобиль сообразил, что происходит, то ли какие-то иные причины, вот абсолютно не знаю. Садимся в максимально вертикальное положение. Так в целом нормально, перед коленями, вот кулак с вытянутым пальцем. В целом уровень этого кресла немного отличается от водительского. То есть, понятное дело, что за мной места будет чуть меньше. Но нет ощущения, что ты сидишь стесненно, некомфортно, нет. Все вполне достаточно даже вот для четырехместной посадки. Более того, подлокотник при необходимости может быть электроприводом убран. Дождемся, пока это произойдет. Неспешно, очень неспешно. Ну, так или иначе, можно получить еще дополнительное место, чтобы в каких-то коротких поездках вы могли перевезти. Ну, там, ребенка, знакомого, еще кого-то. Ремень есть, подголовник средних по размеру есть. Ну, и какая-то галерочка, на которую можно ненадолго разместиться, тоже почему бы и нет. При этом пол у нас практически ровный. Да нет, в принципе он ровный. Это просто из-за коврика, так кажется, что он может быть немного неровный. Пол ровный, так что в целом сносный комфорт обеспечить это все может. Возвращаем подлокотник в свое положение. И вот теперь, если мне хочется расслабиться, я нажимаю клавишу лежачего положения и смотрю, что происходит. Переднее кресло отъезжает вперед. Опускается подножка, подголовник съезжает вниз, чтобы открыть мне обзор перед собой. И выдвигается теперь вот эта вот специальная площадка для ног. Правда, как здесь разместиться, я не знаю. Так, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Но у меня какие-то плохие предчувствия. Все? Так, ну допустим. Давайте-ка еще мое поднимем. Ну, в общем-то... Как вам сказать? Я, конечно, могу снять обувь, да? И это, наверное, будет... Нет, не буду этого сейчас делать. Ну, в общем-то, при росте 175 здесь делать нечего. Либо надо снимать обувь и прям конкретно опираться ногами в кресло переднее. Оно больше не двигается. Давайте проверим. Что-то там произошло, но особо результаты я не вижу. Нет, это все. Это предел. Да. Либо опираться ногами в это кресло, но, честно скажу, удовольствие такое, не особо. Ты чувствуешь себя каким-то ущемленным. В общем-то, да, комфортного здесь мало. Либо располагаться кому-то ростом, ну, 150, наверное, 155. Вот плюс-минус еще будет терпимо. Но никак не 175, уж тем более не выше. Ладно. Так, я прям чувствую себя некомфортно, поэтому очень хочу вернуться в свое комфортное положение. Почему же ты не возвращаешься-то? Ну, наконец-то. С пятой попытки, наверное, он только решил все вернуть обратно. Вот, пожалуй, очевидная причина доплатить несколько миллионов за длинную версию. Реально, там при росте 175 я сел суперкомфортно. И более того, по ощущениям, запаса было на рост 185. Здесь же, вот, 155 это максимум. То есть, ребенок. Либо очень низкорослый пассажир. Ну, собственно, неудивительно, что автомобиль пользуется хорошим спросом в Китае. Ну, да ладно. Так, в целом, да, в обычной посадке можно неплохо здесь устроиться. Откидываем подлокотник. Он, опять же, имеет две клавиши. Вот, поэтому пробуем открыть. Да. Со второй клавиши открывается дополнительный отсек. Два USB-разъема 5-вольтовых для зарядки гаджетов. Да и в целом все. Просто чуть глубже сама ниша подлокотника. Есть две кнопки. Проверяем, для чего они. Ага. Вся передняя секция подлокотника отъезжает вперед. Чтобы высвободить подстаканники. Круто? Круто. Не совсем понятно, есть ли у них функция обогрева и охлаждения. Потому что эти металлические накладки обычно отвечают за какой-либо обогрев и охлаждение. Но здесь я не вижу никаких кнопок, которые бы отвечали за этот функционал. Поэтому предположу, что его тут нет. Кстати, а вот та шторка, которая раздвинула. Как бы ее вернуть обратно? Никак? Видимо, никак. Ладно. А это что за кнопочки? Не знаю. Ничего не происходит. Хорошо. Задвигаем все обратно. Прикольно. То есть, мало того, что подлокотник имеет электропривод складывания-раскладывания, можно так сказать. Так он еще и имеет электропривод подстаканников. Но согласитесь, можно было бы обойтись и без электропривода. Просто оставить здесь два выреза. И в обрамлении карбона они смотрелись бы эффектно. Но ландроверовцы решили сделать вот таким образом. Более изящно. Более круто. Чтобы у владельца был лишний повод похвастаться вот так вот. Смотрите, как я могу. Нажимаю кнопочку, у меня все выдвигается. Ну, прикольно же. Да. Не хватает мониторов на спинках сидений. Но при этом вот эти вот разъемы под динамики, по-моему, тут два динамика, они присутствуют. Значит, объемное звучание аудиосистемы все-таки обеспечено. Светильнички небольшие в центральных стойках тоже на месте. Потолок. Вот он вот из замша. Шторка при этом тканевая. Не знаю, что за тенденция такая сейчас у всех. Шторка. Вот у BMW тоже одно время была из Алькантары, а потом сделали тканевую. Вообще не понимаю, почему. Плафоны освещения светодиодные присутствуют. Дефлекторы индивидуальные в потолке присутствуют. Это крутая штука. Не так уж и много автомобилей, которые могут похвастать наличием потолочных дефлекторов климатической установки. То есть не только в ногах, не только вот здесь вот в центральном тоннеле, который... Так, кстати, подлокотник. Так просто его не возьмешь и уберешь. Надо нажимать кнопку и ждать. Не просто в центральном тоннеле или хотя бы вот тут в средних стойках, как BMW делал с четырехзонным климатом, а в потолке. Это да, это тоже вполне себе признак некой такой люксовости и более дорогого подхода к производству автомобиля. Еще один момент, который мне очень понравился, это то, что вот эта стойка, центральный тоннель с блоком климата, его тоже целиком отделали карбоном. Вот он весь, весь, включая секцию под подлокотником и заднюю тыльную часть выполнен в карбоне. Я видел много автомобилей, дорогих автомобилей, у которых заднему ряду было уделено куда меньше внимания, был какой-нибудь просто обычный гулкий черный пластик. Здесь же подход заслуживает уважения. Алюминий, каждая вот эта вот створочка, она тоже имеет свою металлизированную каемочку. Блок климата с приятными крутилками, тоже с сенсорным управлением, авторежимы и так далее. Все это индивидуально настраивается. Ниже два USB-разъема USB Type-C, еще одни 12-вольтовые розетки и слот, в который можно как раз-таки положить телефон, чтобы он там без проблем заряжался. Вот, посмотрите, может так будет лучше видно. Ну, то есть, хоть, конечно, и сзади по простору я ограничен, все равно видно, что мне постарались уделить максимум внимания. Все вот эти регулировки, всякие функции типа возможности, вот, при необходимости одной клавишей опустить оба стекла. То есть, я не встречал ничего подобного, я даже не знал, что такое, в принципе, бывает. Стекла заодно покажу, вот они, двойные. Ну, прикольно? Прикольно. Или кнопочка, позволяющая выключить, опять же, звук. Аудиосистема играет музыка, вам поступил вызов, выключили звук, ответили. Круто! Вот, реально мелочи. И при этом далеко не у всех эти мелочи присутствуют. Ну, массаж, понятное дело, мы это видели. В общем-то, приятно удивлен. Для автомобиля, который уходит с рынка, который больше фактически не производится и распродаются остатки, все равно по современным меркам достойно уважения, даже с учетом его весьма приличного ценника. Хорошо. Осталось заглянуть под капот. В целом, там мы ничего такого-то и особо интересного не увидим. Это все тоже двигатель, выдающий 565 лошадиных сил. Но ради интереса все-таки посмотрим, как организовано подкапотное пространство в этом автомобиле. А вот он. V-образная восьмерка, суперчарджет, выдающая 565 лошадиных сил и 5,5 секунды до сотни. Причем, странным образом, и длинная, и короткая версия едут одинаковые 5,5 секунды. Хотя, казалось бы, машина короче, машина легче, но вот такой нюансик есть. Гравейная омывайка, можно ее поругать. Я думаю, что точно можно ее поругать, потому что такой маленький разъемчик, да, вот чтобы вы понимали, он 2 на 3,5 сантиметра. Вот такие примерно у него размеры. То есть, надо быть прям снайпером. Близко расположена к опоре капота, близко расположена к кромке, поэтому, да, здесь надо быть очень аккуратным при заливке омывайки. Рядом с горловиной расположились воздуховоды, собственно, принимающие воздух в двигатель. Вот здесь идут фильтры расположены, и сами каналы подвода воздуха устроены через капот. То есть, максимально высоко постарались их поднять для увеличения глубины прохождения брода. Казалось бы, такая машина за 20 миллионов, кто на ней поедет куда-то в глубокие лужи, но в Москве иногда бывает так затапливать, что такая функция может оказаться очень даже полезной, чтобы не загубить ваш двигатель. Видны усилители подкапотного пространства. Нет усилителей, которые соединяли бы опору амортизатора с телевизором передним, но в любом случае это все-таки не спорткар, поэтому ему простительно. И также видны всевозможные, вот у нас, проводки для управления жесткостью амортизаторов, дорожным просветом и прочими-прочими функциями. Собственно, как и должно быть такого рода автомобиля. Шумоизоляция подкапотного пространства, само собой, на месте. И двигатель, и моторный щит, все это укутано шумоизоляцией. В совокупности с двойным остеклением автомобиль более чем тихий. Сколько мне доводилось в рамках всевозможных сравнительных тест-драйвов передвигаться за рулем рейнджа, ну, никогда вопросов к шумоизоляции его точно не возникало. Ну и ради интереса заодно посмотрите на другой вариант расцветки рейнджовера. Так вот, чем-то похож на... У нас в линейке BMW есть серый софистый металлик с бриллиантовым эффектом. Тут оттенок чуть более синий, но суть такая же, потому что блестки, они цветные. Они такие синие, зеленое, фиолетово-розовое, благодаря чему и цвет смотрится ярче, интереснее. На мой взгляд, интереснее, чем тот светло-серый. Но это, конечно, вопрос больше вкуса. Вот синий-серый с красными тормозами, с теми же хромовыми жабрами. И при этом, смотрите, сами жабры имеют светло-серый оттенок по отношению к цвету кузова. То же самое касается и всей плашки. То есть она тоже светло-серая по отношению к цвету кузова. Выглядит интересно, необычно, непривычно. В сочетании с черными центральными стойками, но при этом такой же серой крышей, ну, вообще стильный вариант. Такой, знаете, не сильно броский. Явно прям понять сразу, что это S5 автобиография, кроме шильдиков на крышке багажника, не так уж и просто. То есть выглядит, как вполне себе рядовой цвет из стандартной палитры Range Rover. Но выглядит красиво и богато. И при всем при этом интерьер здесь тоже в интересной расцветке. Черный с красным. То есть если там комбинировалось черным с белой окраской, то здесь красные центральные вставки сидений, красные нитки, красная подушка руля, красная средняя линия всего салона, ну и вновь красные лепестки, каемочка на селекторе переключения передач и карбоновые элементы. Тоже самый карбон. Красиво. Вот это красиво. А Range Rover Sport SVR со своим черным салоном выглядел уныло. Ну вот, мое личное мнение такое. А здесь уже очень даже неплохо. Симпатичный интерьер, кстати, обращаю ваше внимание, на потолок в коже. Если у того автомобиля потолок был отделан то ли замшой, то ли алькантарой, то здесь уже кожный потолок. Собственно, одно из, видимо, демонстраций возможности СВО-версии. То есть когда индивидуально, при желании, вы можете заказать, к примеру, потолок, исполненный в кожной отделке, а не в алькантаре. Ну и прочие элементы можно также под себя индивидуализировать. И вот теперь можем подытожить. Чем короткая версия лучше, чем длинная? Ну, на мой взгляд, только ценой и своими габаритами. Потому что вы, конечно, получаете чуть более маневренный автомобиль и получаете его за меньшие деньги, на несколько миллионов меньшие деньги. Однако, если вы все-таки приобретаете эту машину из соображений комфортного передвижения сзади, ну, в этом нет никакого смысла. Потому что единственный вариант, когда вам будет комфортно в нем, это если ваш рост, как и говорил, на уровне 150 сантиметров. То есть либо вы ребенок, либо вы очень низкорослый пассажир. Тогда вам будет, да, суперкомфортно и большой необходимости в длинной версии не будет. Во всех же остальных случаях, если вы ставите перед собой задачу ездить комфортно сзади, ну, только лонг. Вот, однозначно только лонг. Потому что эта прибавка в колесной базе, эта прибавка на заднем ряду, она просто жизненно необходима для человека среднестатистического роста. Ну, вот, по моим ощущениям, до 180-185 сантиметров будет просто шикарно. А здесь я чувствовал себя как великан в стране гномов. Во всем остальном же, да, классная отделка, неплохая графика мультимедиа-системы, но в первую очередь акцент, конечно, на отделку. То есть автомобиль воспринимается просто благодаря какой-нибудь контрастной расцветке салона, уже сверхбогато. Много кожи, много карбона в нашем случае, дорогого, красивого. Подход, реализация, всевозможные сервоприводы, электроприводы, массажи. И продуманные нюансики, типа, возможно, отключить громкость аудиосистемы на заднем ряду просто нажатием одной сенсорной клавиши. Но это приятно. Даже в таком автомобиле, который фактически уже все, уходящий, которого больше нет, и ему на смену выйдет новый кузов. Поэтому будет очень интересно сравнить именно с новым кузовом, смогли ли они учесть все те плюсы, которые были у этого автомобиля, но сделать их еще лучше. Добавить место сзади, добавить каких-то новых удобств, новых функций, новых фишек, улучшить графику мультимедии. Ну, то есть, как-то глобально повлиять на то, чтобы автомобиль и в глазах потенциальных покупателей, повторных покупателей, уже владеющих рейнджами, стал интереснее, чтобы они захотели за него доплатить, переплатить и купить его, заказать, ждать и так далее. И при этом мог привлечь новых покупателей. Вот мне интересно посмотреть, что там такого особенного будет. Потому что этот кузов мне понравился. Причем, честно скажу, понравился мне больше, чем версия Sport. Почему-то Sport, я делал обзор на SFR-версию, то есть, далеко не самую простую. Но вот с черным салоном он как-то воспринимался простовато. Не хватало ему чего-то. А здесь, возможно, это по причине того, что это автобиография модификация. Возможно, просто благодаря контрастному интерьеру. А может быть, специфика конфигурации интерьера классического рейнджа такова, что он воспринимается намного круче и намного богаче. Хороший автомобиль. Понравился обзор? Не забудьте поставить лайк. Спасибо всем за просмотр. И пока.